Субтитры создавал DimaTorzok Почему бы не пригласить известных людей и сыграть, чтобы чиновники сыграли чиновников? Везу, это же чиновники, давайте чиновники, будет играть чиновников. С одной стороны, мы показываем, что мы открытый город, чиновники не боятся выйти на эту тему. То есть это для них вот такой вот способ трансляции идеи, что мы усмеиваем, мы знаем, мы хотим сатирически этого, мы смеем. Там вот всякие взяточества, коррупционность и так далее. Во-вторых, известным людям, которые будут играть в этом спектакле, то по большому счету играть ничего не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Желаю здравствовать. Мое почтение. И извините. Ничего. Я как директор этой курортной зоны своим долгом считаю интересоваться не терпят ли проезжающие неприятностей. Да я право не виноват, я заплачу. Мне пришлют из дома, правда. Спасибо. Спасибо. Для меня это новые впечатления. Просто я за свою жизнь имел очень много разных впечатлений. Это для меня вновь и уже потому интересно. А как ваши коллеги восприняли ваше новое амплуа, скажем так? С изумлением. Дело в том, что никто, собственно говоря, ничего не знал. И только когда посыпались уже эти афиши по интернету, кем-то добрым человеком в цвете была распечатана афиша со мной и вывешена. Потом начали допытываться, кого я конкретно играю. Я им сказал, а вы угадайте с трех раз. Ну, размышляли не ревизора ли. Ну, там же все-таки по Гоголю это не чистый Гоголь, как бы считается. Поэтому, может, изменили ревизора, может, он напротив такой вот весь из себя. Ну, я сказал, ну, ребята, ну, городничий, конечно. Ну, изумление не проходит и по сей день. Я заплачу! Заплачу деньги! У меня просто тебе нет! Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. А если вы испытываете надобность там, ну, в деньгах, в деньгах или еще в чем, то я сию минуту к вашим услугам. Моя обязанность помогать приезжающим. Дайте! Дайте, дайте мне взаймы, я сейчас же расплачусь трактирщикам. Мне только рублей двести, ну, или даже меньше. Вот. Двести. Ровно не. Покорно вас благодарю! Теперь совершенно другое дело! Теперь я вижу совершенно радушие вашего грамма! То есть это полная моя противоположность. Он наглый, он такой аферист, авантюрист, наверное, даже. Он бестактный, он в поисках, не просто в поисках на живу, он в поисках каких-то материальных благ, им незаслуженных постоянно пребывает. То есть то, что мне в максимальной степени не свойствует. У меня дом первой столицы, как уже известен, дом Ивана Александровича. Семьдесят тысячам! Семьдесят. Крепота, будете столицы! Прошу ко мне! Угу! 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 Не говорите, стоит, например, на столе арбуз, в семьдесят тысяч арбуз, в кастрюльке, прямо на пароходнике. Приехал прямиком из Парижа, открою крышку, подобного которому нельзя сыскать во всей природе. Я всякий день на балак! Для тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Самое приятное было это общение с участниками этого проекта, потому что большую часть этих людей я знал раньше и у нас началось другое общение совершенно с новой стороны. Они для меня открылись. С кем-то я познакомился и это тоже было очень приятно. А я вас узнал. Вы очень хорошо угощали завтраком. Да, как говорится, родственница и служу. А признайтесь, мне показалось, вчера вы были немного ниже родства. Очень может быть. Ой, ну как я чувствую эту роль, этот образ. Это такой человек пройдоха, но он уверен в себе. Вроде бы и виноват, но он знает, как сказать, что он не виноват. Поэтому по мне он такой. Парень, скажем так, уверенный в себе, умеющий выкрутиться из любой ситуации, самая сложная. Ну, не чист на руку, к сожалению. Парень, скажем так, что вы видите, я гордаю от любви. Старый, старый, здесь был такой не чистый. Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое произведено. Жизнь или смерть. О, Господи, поскольку я понимаю, вы делаете декларацию, конечно, моей дочери. Нет, я влюблен в вас. Вы благословите любовь. Если вы не разделите ее, я недостойчив димона существования. Ну, Господи, я в некотором роде, я замужем. Сегодня я хочу сказать, что я ученица. И вот каждое вот такое событие, оно чему-то лучше. Чему нас научил этот спектакль? Ну, во-первых, чувство локтя, да? Мы понимали, что здесь друг с другом мы, в общем-то, не сможем сделать единую церковную картину. Во-вторых, в самодисциплине, потому что, когда ты работаешь 24 часа в сутки, нужно найти 25-й на то, чтобы заниматься чем-то, что напрямую не едается твоя работа. Первая репетиция такая подробная, Статьяна Викторовна, средой прошла у нее в кабинете в администрации города. Ну, нет, нет возможности было ей уехать. Она говорит, я приеду сюда на репетицию, потом заявил, говорит, не могу, давайте вы ко мне приезжать. И вот Илья Захаров, Юля, жена моя Перезыпкина, и Бобчинская, мы поехали туда. И вот разводили сцены, сиди за столом. А как вам в такой компании работается? Замечательно, многих людей знаю давно и близко. Ну, с единицами познакомился во время постановки, то есть время репетиции. А большинство людей знаю очень давно, с ними работать приятно и комфортно. Поэтому премьера будет замечательной, приходите все. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Как? Как не ревизор? Да так! И то несет, черт знает что! Я убал, да и запись! Какую надо! Алло, послушайте! Алло, Трепичкин, будь здоров! Ага, какие со мной чудеса произошли! Остановился в одном городе, и здесь, мне кажется, меня принимают за государственного человека. И я теперь живу у директора, жирую, волочусь, но пропалую за его женой и дочкой. Мне решился только с которой начать. И вот мы придумали Допчинску и Бобчинску. И посмотрите, как они классно и интересно вписали это. Это раз. А во-вторых, Допчинский и Бобчинский, они приносят известие. Потому что они нашли ревизора. И они убеждают коротничьего о том, что это правда, и это ревизор. То есть сплетня родилась от этих персонажей. От кого? Как чаще всего рождаются сплетни. Ну, как говорят. Чаще женщинам тоже в этом плане достается. Без женщины тут могло не обойтись. Как говорят, решишь или поищите женщину? А кто первый? Завонтели Антону Половичу. Как это произошло? Как будто туман какой-то напустили. Кто первый выпустил? Вот, они. Они выпустили. Точно они. Встретки взрослые рунья накопали. Заврыз. Вы. Точно вы. Разумеется. Прибежали к нашим женщинам через квартира. Приехал. Приехал. И денег не уходить. Нашли важную птицу. Черт бы вас попрал с вашими разговорами и с ревизором. Рызкою по офису. Все смущают. Сплет бисеют сороки короткохвостые. Пачкуни короткохвостые. Арбаки. Смачки короткохвостые. Нет. Приехавшие по именному повелению из Москвы чиновник требуют вас в сей же час к себе. Он остановился в гостинице. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ